Всем здравствуйте! Я Татьяна Чувильчикова, психолог и психотерапевт. Мой ролик сегодня для родителей, у которых есть дети. И мы будем говорить об опасности раннего развития детей. Поэтому посмотрите, пожалуйста, до конца. У меня будет очень важная информация. Что мы вспоминаем, когда мы говорим раннее развитие? Я лично вспоминаю Тепляковых и их семью с его чудесными рекордами развития у детей. И это, конечно, очень страшная картина. У меня эти дети вызывают массу сочувствия и много страха за их будущее. Потому что то, что делает Тепляков со своими детьми, это очень опасное действие. Кто-то это понимает, кто-то не понимает. Но мы знаем, что у многих родителей есть большое желание как будто бы ускорить развитие своего ребёнка. Чтобы он был там лучше других, чтобы он быстрее развивался. Что родители часто сравнивают там, у кого ребёнок когда научился читать, а у кого он какие там оценки получил. Если он пошёл в школу раньше или он там прыгает через классы, это почему-то. Называется таким большим предметом для гордости. Но на самом деле здесь очень много опасных подводных камней. И мы знаем множество вот таких историй. Часто вот такое стремление к преждевременному развитию ребёнка возникает у тех родителей, для которых ребёнок является таким нарциссическим расширением самих себя. То есть они пытаются сделать ребёнка лучшим, самым-самым, потому что они не смогли сами этого сделать. И тогда как будто бы ребёнок должен быть вот их объектом социальной реализации. Они через ребёнка начинают удовлетворять собственные потребности. При этом как чувствует себя сам ребёнок часто никому не интересно. Иногда это приобретает очень страшные патологические формы, когда родители начинают воспитывать сверхчеловека из своего самого обычного ребёнка. Или они пытаются воспитать из него гения, какого-то великого музыканта, великого математика, кого угодно. Лишь бы удовлетворить свои совершенно неадекватные амбиции. И такие дети в итоге имеют очень тяжёлую судьбу. Мало того, если мы возьмём таких действительно природно гениальных детей, как будто бы, такие кейсы есть. Мы знаем большое количество вот этих ситуаций, когда эти дети, вырастая во взрослом возрасте, либо они в итоге приобретали достаточно тяжёлые психические нарушения, либо они вообще прекращали жизнь и совершали суицид, либо у них ещё какие-то возникали всякие проблемы в плане социальной адаптации. Поэтому быть гением – это вообще не счастье, это не большая радость. Потому что наша психика и наши вообще возможности, они в целом ограничены. И, соответственно, мы должны понимать, что если где-то сильно прибыло, значит, где-то сильно убыло. Если у человека какие-то избыточные способности в одном месте, у него будет какой-то серьёзный дефицит в другом месте. Вот такова реальность, к сожалению. Но часто родители этого не знают, не понимают. Именно поэтому я в том числе записываю этот ролик. И, соответственно, давайте сначала дадим определение, что же вообще такое раннее преждевременное развитие. Во-первых, это о том, что врождённые устремления ребёнка часто в такой ситуации игнорируются. Ещё это про то, что вместо вот такого спонтанного естественного развития жизнь ребёнка заполняют всякие принудительные развивающие занятия по расписанию. И третий признак – это то, что его пытаются научить чему-то раньше, чем это в норме предполагается по его развитию. То есть люди пытаются опережать естественный ход вещей и пытаются развить то, что должно развиваться вообще-то в более позднем возрасте. Вообще бум на это раннее развитие был достаточно давно. И, собственно, в других странах про это уже люди вполне себе успокоились. Да и в России тоже недолго это всё длилось. Вот такое фанатичное увлечение этим ранним развитием. Но, тем не менее, почему это всё прекратилось-то? Потому что были заметны уже годы спустя последствия вот такого вот патологического раннего развивания детей. То есть в итоге люди столкнулись с тем, что эти дети, которых пытались развивать вот такими ускоренными методами, они в итоге становились нервозными, они страдали какими-то расстройствами внимания, у них были сложности в итоге с обучением, они плохо справлялись со своим эмоциональным состоянием, у них были трудности с социализацией и так далее. То есть масса каких-то негативных последствий. И тогда пришлось признать, что если мы нарушаем естественное развитие ребёнка, то есть то, как он развивает себя самостоятельно, это приводит к очень плачевным последствиям. И это происходит потому, что мы не понимаем, зачем ребёнок делает те или иные вещи. Во-первых, для того, чтобы какой-то навык у ребёнка сформировался, он должен сделать что-то много-много раз. И иногда он делает какие-то вещи, которые вот нам непонятно, почему он делает, но на самом деле он в этот момент формирует у себя какие-то важные психические процессы. Например, ребёнок радостно стучит ложкой по какой-то кастрюле. Он может в этот момент делать кучу всяких разных вариантов очень важной работы. Например, он может исследовать вот этот звук, который эта кастрюля издаёт, и пытаться осознать, как сила, с которой он бьёт по этой кастрюле, на этот звук влияет. Или он может пытаться ощутить те вибрации, которые эта кастрюля издаёт. Или он может пытаться лучше управлять своей моторикой, то есть своими руками управлять своей силой и так далее, и так далее. То есть когда ребёнок вот таким чем-то занят, то, что нам кажется совершенно бестолковым, на самом деле он может делать очень важные для себя вещи, которые будут его развивать. То есть по сути, если ребёнку не мешать развиваться, а просто создавать для этого достаточные условия для того, чтобы он проявлял свою активность, он прекрасно сам себе будет здоровым образом развиваться. Но нам почему-то вот иногда нужно это всё контролировать, делать всё по-своему, просто потому что люди не понимают вообще этих процессов и того, как это развитие вообще происходит. И здесь мы должны понимать, что в обществе, когда присутствует вот такая, знаете, если хотите, социальная олимпиада, когда все соревнуются, у кого ребёнок умнее, у кого ребёнок лучше, у кого он спокойнее, у кого он быстрее начал ходить, у кого он быстрее начал говорить, там и так далее. Это как раз вот всё такая нарциссическая история, когда родители начинают меряться со своими детьми, там, значит, как на конкурсе. И это приводит в итоге вот к такому нарушению, к возникновению какой-то тревоги у родителей, что вот, если мой ребёнок начал говорить позже, чем, не знаю, у троих моих соседок, то значит, всё, уже что-то не так. При этом родители, ну, не имея вот этих самых знаний о том, как на самом деле должен развиваться ребёнок, они не имеют вот этих критериев, по каким признакам они вообще могут вот это всё оценивать, и тогда они начинают применять, ну, вот такую, знаете, стандартизированную, ну, знакомую им со школы вот эту методику, да, то есть как будто бы приблизить вот так вот ещё ребёнка к обучению, которое им понятно, да, тогда им будет проще понимать, вот там нормальный у них ребёнок или нет. А то, как развивается его психика, им совершенно непонятно, поэтому они вообще не могут разобраться, по каким признакам им вообще определять, нормально у них ребёнок развивается или ненормально. И здесь нам нужно обратиться к периодизации психического развития. Я, ну, люблю вот так вот две, два варианта периодизации психического развития, которые так хорошо расписаны, хорошо понятно разложены в табличках, да, это периодизация у Ильконина и периодизация у Выгодского. Там всё достаточно хорошо понятно разложено. Вы можете вот прям в интернете забить в поисковик «Периодизация развития по Ильконину» – таблица или «Периодизация развития по Выгодскому». Увидеть материалы, прочитать, какие психические функции вообще должны у ребёнка развиваться в определённом возрасте. И вы обнаружите в каждой из этих периодизаций, вообще в любой периодизации, которая только существует, что до семилетнего возраста основная ведущая деятельность у ребёнка, которая должна присутствовать, это игровая деятельность. До трёхлетнего возраста – это предметно-манипулятивная деятельность, когда ребёнок исследует вообще мир, как он устроен, исследует вещи, исследует себя, своё тело, как оно работает и так далее. С трёх до семи лет – это различные виды игры. В том числе ребёнок должен учиться играть один, играть вместе с кем-то. Сюжетно-ролевая игра, в которую он оттачивает свою способность к социальному будущему взаимодействию. То есть к семи годам ребёнок должен быть готов к школе в первую очередь психологически, а не интеллектуально. Что это значит? Он должен уметь управлять своими аффектами, он должен иметь базовые навыки концентрации внимания в течение определённого времени, он должен быть готов выстраивать адекватные социальные связи, у него должна быть способность к восприятию авторитета, то есть слушаться взрослого и как-то себя регулировать в своём поведении. Он должен быть способен обращаться за помощью, он должен быть способен взаимодействовать с другими детьми и так далее, и так далее. Вот эти психологические навыки прежде всего должны у него присутствовать. Умеет ли он при этом читать, считать, писать и так далее, не должен он это уметь в семь лет. Поэтому это просто натуральное издевательство, когда при поступлении в школу у нас тестируют, умеет ли ребёнок читать и считать, но при этом никого не интересует психологическая готовность ребёнка к школе. То есть насколько он вообще готов к обучению, как к следующему этапу его ведущей деятельности. Вот прям открываете эту самую периодизацию развития и читаете, что в каком возрасте должен уметь ребёнок, какие психические навыки у него должны развиваться, в каком этапе его развития. Соответственно, если мы вместо того, чтобы ребёнка развивать психически, начинаем его обучать, это в итоге приводит к массе тяжёлых последствий. Во-первых, ребёнок не учится тому, чтобы быть наедине с собой, чтобы замечать вообще собственные процессы, чтобы понимать, что он вообще хочет, а что ему интересно. Он перестаёт быть спонтанным, у него утрачиваются навыки саморегуляции, у него появляются большие проблемы с самостоятельностью, потому что он привыкает следовать не своим импульсам, а желаниям взрослого. Он становится таким, знаете, дрессированным. Вот что от меня хотят, то и буду я, собственно, делать. А в итоге мы получаем ухудшение детско-родительских отношений, мы получаем сниженную мотивацию к обучению в школе, и потом удивляемся, почему человек в школе не хочет учиться. Да потому что его уже измучили этим до школы. Мы получаем нарушение сенсомоторного развития. Мы получаем снижение эмоционального и пространственного интеллекта, способности фантазировать, способности, опять-таки, играть, способности к спонтанности и каким-то вот таким творческим проявлениям. Снижается работоспособность, снижается концентрация, нарушение внимания, гиперактивность там и прочей-прочей, куча всяких вот других последствий. Соответственно, вот как пример, да, как пример я прочитала у одной коллеги про ребенка, который в полтора года выучил название множества экзотических животных по карточкам, да, которые ему показывали там. И вот родители им занимаются, они его так водят на всякие кружки, как-то его обучают, а в итоге, когда начали диагностировать этого ребенка, у него обнаружились тяжелые нарушения в работе мозга. То есть, когда тех же животных, например, ему показывали в книжке на других картинках, выяснилось, что он их не может узнать и не может назвать, потому что он, оказывается, думал, что вот эти слова – это название карточек. Но он никак не связывал эти карточки с реальными животными, то есть у него уже образное мышление нарушилось при этом. Поэтому у него еще и трудности с воображением, трудности с абстрактным мышлением там и так далее. Вот это последствия такие, к которым приводит вот это все бездумное раннее развитие. Мало того, когда родители занимают ребенка обучением, вместо того, чтобы давать ему возможность развиваться психически-эмоционально, разваливаются те этапы эмоционального, прежде всего, развития, которые ребенок проходит. Что я имею в виду? То есть есть определенные этапы эмоционального и личностного развития, которые мы тоже должны учитывать. Вот помимо там Выгодского или Конина, есть еще один вариант такой, знаете, периодизации именно эмоционального развития. Когда у нас в первый год жизни должна быть сформирована вот эта базовая безопасность, доверие к миру и вот эти все вещи. Соответственно, если это не формируется, мы получаем паранояльный такой радикал личностный у человека, мы получаем такой хронический страх. Соответственно, с года примерно до трех лет ребенок должен получать опыт надежной привязанности, опыт таких отношений, где он будет уверен, что он самый главный в этом мире, что его никто никогда не бросит, что ценея него нет никого на свете. Он формирует таким образом способность выстраивать эти самые близкие отношения. Если этого не происходит, то мы получаем человека с хронической тоской, пустотой, одиночеством. Либо он будет эмоционально зависимые отношения строить, либо, наоборот, контрзависимые, то есть, когда, типа, мне никто не нужен, никто не интересен, я вот сам по себе. Соответственно, с трех до четырех лет, это все ориентировочные очень сроки, да, я называю. Понятно, что у всех это, ну, как-то двигается плюс-минус. С трех до четырех лет, когда вот этот пресловутый кризис трехлетнего возраста, это когда формируются личные границы, формируется способность управлять своей злостью, говорить «нет», различать «где я», «где не я», «где мое», «где чужое». Формируется вот эта позиция «я сам», когда ребенок пробует там все вот это, сам делать какие-то новые, да, для него действия. И это очень важно, его в этом поддерживать. Когда ребенок пробует говорить «нет», «не хочу», «не буду», и в этом тоже очень важно его поддерживать. Садик ходишь, расскажи. «Нет». Уши сладости любишь? «Нет». А мультики смотреть любишь? «Нет». Алиса, включи музыку или нет? «Нет». Твой любимый мультик? «Нет». А какой твой любимый мультик? «Нет». Если же это не сформировано, то тогда мы получаем человека с нарушенными эмоциональными границами. Мы получаем человека, склонного, может быть, к такой разрушительной агрессии, когда он защищается от всех, даже если для этого нет никакого повода. Мы получаем, может быть, человека ведомого, безотказного, послушного. И мы должны понимать, что если вы воспитываете человека и хотите видеть его независимым, значит, вы должны выдержать эту независимость от вас тоже, да, если вы хотите воспитать человека с характером, значит, вы должны считаться с его характером сами, да. Соответственно, вот дальше, там, с 4 до 6 лет примерно, там формируется у ребенка образ себя, то есть вообще какой я, формируется вот та самая пресловутая самооценка, формируется чувство гордости, достоинства, да, то есть способность испытывать вот эти все переживания. Если этого не происходит, мы получаем человека с хроническим стыдом или, наоборот, с таким нарциссическим мыльным пузырем, который он себе там создает, да, такой несуществующий, подменный такой образ себя, где я лучше, чем я есть на самом деле. И там с 6 до 7 лет примерно формируется способность к ответственности, к ответственности не как обязательность, вот я пообещал и сделал, не про это, а ответственность про то, чтобы я мог признавать себя автором своих выборов, то есть это прежде всего способность делать выбор и принимать последствия этого выбора. Это предполагает определенную свободу, да, для ребенка, которая должна ему предоставляться, где он может этот выбор делать и сталкиваться с последствиями. Если этого не происходит, то мы получаем человека либо с хроническим чувством вины, либо человека, у которого всегда виноваты все вокруг, но не он сам. И вот представьте себе, какую огромную работу ребенку нужно проделать. Это я только вот маленький кусок описала, вот это эмоциональное развитие, да, и маленький кусок личностного развития. Вот ему нужно это все за 7 лет успеть. Это и так огромная работа. А тут его начинают нагружать какими-то академическими знаниями. Естественно, что сделает психика ребенка? Она отодвинет вот это все психическое развитие и начнет развивать то, что просят родители. И тогда мы получим ребенка, который, не знаю, в 12 лет поступает в МГУ, но при этом совершенно не может нормально общаться с посторонними людьми, у которого нервные тики, который не может нормально, адекватно общаться со сверстниками даже в 12 лет, который странно себя ведет, у которого будут нарушения эмоционального развития, нарушения социальной адаптации и прочие всякие радости жизни. Значит, если мы этого не хотим, мы должны понять, что мы не вправе нарушать нарушать естественный ход вещей. Мы не должны нарушать ту систему, которая выстроена природой. Нервная система развивается по своим законам, которые у нас уже генетически, эволюционно сформированы многими миллионами лет. И мы обязаны с этим считаться, как бы родителям не хотелось удовлетворить свои нарциссические амбиции. Соответственно, вот с нарциссическими амбициями это, пожалуйста, к психологу, к психотерапевту, что я не могу принять своего ребенка, что он у меня не гений, не самый прекрасный и так далее. И в итоге выясняется, что это травматизация самих родителей в детстве, когда они в итоге вынуждены вот так вот смещать эту проблематику на собственных детей, и мы понимаем, что тогда помощь нужна самим родителям. Но для этого родители должны прежде всего внутри себя иметь смелость назвать вещи своими именами и сказать о том, что, похоже, мне нужна помощь, раз я вот так вот пытаюсь прокачать своего ребенка и сделать его там быстрее, выше, сильнее. Вот такой, собственно, у нас сегодня разговор. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео, и я с удовольствием встречусь с вами в моих следующих роликах. Всего хорошего!